Казахстанская экономика Аналитики говорят, что казахстанскую экономику ждет глубокая рецессия. Показатели ВВП страны упадут на 2,5%. Однако эта оценка гораздо хуже по сравнению с рейтинговыми агентствами. К примеру, американский финансовый конгломерат Музис считает, что нашей экономике удастся сохранить положительный прирост до 3% и восстановиться уже в этом году. В Центре исследования прикладной экономики тоже озвучили свои прогнозы. При данных условиях прогнозы Центра исследований прикладной экономики показывают, что реальное ВВП Казахстана в текущем году упадет почти на 5%. Минимальный показатель с 1995 года. А номинальное ВВП Казахстана снизится до 160 миллиардов долларов США, что на 20 миллиардов меньше предыдущего года. Трем казахстанским банкам, а именно Тенгри, Азия Кредит и Капитал Банк Казахстан требуется срочная докапитализация. Если они не пополнят собственные активы, то рискуют обанкротиться. В такой ситуации они попросту не смогут выполнять обязательства перед вкладчиками или другими клиентами. Это заключение специалистов консалтинга «Рэдиус». В компании также отмечают, что несмотря на последствия пандемии на экономику, в ближайшее будущее банковский сектор Казахстана будет устойчив. Правда, у некоторых БВУ доходы все-таки снизятся, но это не помешает им восстановиться до конца третьего квартала. Прибыль всей торговой отрасли Казахстана сократилась почти на 40%. В период чрезвычайного положения казахстанцы уменьшили свои расходы в пять раз. В надежде стимулировать продажи предприниматели начали активно переходить на электронную торговлю. Но не все там так гладко оказалось. Мнение о том, что прибыль онлайн-ритейлов бьет все рекорды, эксперты называют ошибочным. Они почитали, что из-за карантина доходы потеряли более 2,5 миллионов человек. Это, конечно же, отразилось на покупательской способности населения. И неудивительно, что сейчас свои сбережения казахстанцы больше всего тратят на товары первой необходимости. За счет этого объемы продаж в три раза выросли лишь в продовольственном и хозяйственном отраслях. Стоимость барра нефти марки Brent впервые за три недели превысила 30 долларов. Со вчерашнего дня мировые цены на черное золото уверенно идут вверх. В ходе торгов на лондонской бирже стоимость эталонного сорта Brent росла более чем на 10% и доходила до 30,5 долларов. Параллельно бочка американской нефти WT дорожала на 18% и торговалась у отметки 24. Инвесторы позитивно реагируют на постепенное снятие карантина в некоторых государствах. Это должно стимулировать деловую активность и со временем восстановить спрос на топливо. Тем временем прибыль французской Total, одной из крупнейших нефтегазовых корпораций в мире, рухнула в первом квартале на 99% и составила всего 34 миллиона долларов. В аналогичный период прошлого года она заработала 3 миллиарда. Таким образом, ее доходы сократились в 92 раза. Из-за неопределенности, которую создает COVID-19, нефтяные гиганты вынуждены менять свои планы. Total уже объявила, что на четверть сократит инвестиционную программу на этот год с 18 миллиардов долларов до 14. Далее рубрика «Карта цен» сегодня в обзоре стоимость помидоров. За 600 тенге килограмм помидоров можно купить на юге страны, например, в Таразе. Немного выше цены в магазинах Казаларды – 650 тенге. Покупателям Костаная помидоры обходятся примерно в 750. Такие же цены встречаются в городе Атырау. Карагандийцы покупают помидоры в среднем за 800 тенге. Еще дороже они обходятся жителям города Актау – 900 тенге за килограмм. В нашей столице стоимость сезонного продукта доходит до 1200 тенге. Еще выше ценники в Усть-Каменогорске – 1400 тенге за килограмм. И в завершении информации о курсе валют. По данным Национального банка, 1 доллар сегодня стоит 423 тенге, 73 тенге, евро – 459,66, рубль – 572. На этом у меня все. Видимся в следующем информационном выпуске. Это были деловые новости от Сабины Балашкиной.